Значит, наш центр сертифицирован из Бадовской академии последипломного образования и имеет лицензию преподавателей европейского уровня Светлана Атленко, Татьяна Калашникова, Ческо, Арно Реннекс и другие. Вы поняли, что мы представляем позитивную психотерапию, метод интересный, метод сейчас востребованный, с потрясающим логикой, с интересным философским таким юмором. Ждем вас у себя в центре. Знакомьтесь и приходите. Спасибо. Дякую. Это Надия Крушевская. Я напоминаю, что мы ее дописываем в этот блок. Хорошо. Порох момента. Я тоже хотел попросить тренировку, которую сейчас будут презентовать. Тоже так, полторы минутки постараться уложиться. Все остальное можно будет рассказать непосредственно на презентации. Продолжаем. И далее у нас был заявлен Павло Владимирович Лушин и Елена Булычева. Будет Елена Булычева и Витя Причник. Правильно? Продолжаем. Пед вашей области. Павел Владимирович Лушин и Елена Булычева. Вот, собственно, об этом мы будем рассказывать на презентации, которую у нас будет. Приглашаем всех желающих. Расскажем историю нашей школы. Расскажем много уникальных проектов, которые у нас за шесть последних лет реализованы. Все эти проекты очень творческие, очень инновационные. Мы, собственно говоря, и мы также проводим свою деятельность и экспериментируем также в интернет-пространстве. И более подробно обо всем об этом расскажем на нашей презентации, которая будет. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Витя Причник и Елена Булычева. Это фасолидация. И далее запрошиваем Людмэну Узбову. Витваши области. Еще раз здравствуйте, друзья, с кем он мне здоровались. Я представляю Институт развития психоанализа. Являюсь его директором. Сегодня я хочу вас пригласить на этот спецблог, чтобы рассказать о психоанализе немножко. Возможно, кто-то из вас заинтересуется, придет к нам на обучение. У нас трехгодичная обучающая программа. Теория параллельно прохождение личного анализа и супервизии. И все это я вам предлагаю рассказать на спецблоге. Приходите. Дякую вам. Это было слово психоанализ. И далее Иван Лямзин. Витваши области. Ты правильно. Спасибо. Добрый день всем. Я хочу представить свою авторскую программу, которая будет сочетать работу с дыханием и работу с телом. Программа будет состоять из двух частей. Первая часть она клиентски ориентированная, и она будет на базе бодинамики. И вторая часть, собственно, обучающая, как сопровождать с помощью работы с телом дыхательные процессы. Все, кому это будет интересно, приглашаю. Спасибо. Иван Лямзин. Телесно-дыхательная психотерапия. Далее Владимир Погорелый. Добрый день. Я представляю школу розыску психотерапии, которая есть в рамках украинской спирки психотерапевтики, которая есть властным действенным членом Европейской социации психотерапевтов. И мы навчаем тех, кто хочет стать психотерапевтами, за европейскими стандартами. У нас есть такие напрямки, как психоанализ, адзерианский психоанализ, раджерианство, гешталь, системная семейная психотерапия. Кроме того, мы имеем еще два таких навчальных проекта, как на лидеров валентовских групп. Теперь эта технология используется не только в медической или психологической практике, но и для бизнес-практики, для развязания конфликтов, для связи с отношениями в коэктиве и других вопросов. И также у нас есть такой курс увеличения квалификации для психолога, для педагогов, которые хотели бы познать психиатрию. То есть, в основном, знать, кто есть перед тобой – невротик, межовый или психотик. И, в основном, больше я придяю увагу на презентации, которая будет 45 минут, как раз дифференциальной диагностики, так, чтобы вы не попадали в проблемы, потому что на вас может прийти компенсованный психотик на прием, и вы будете с ним разговаривать, как с невротиком, а потом будете мать какие-то проблемы. И чтобы обеспечить вас от взялых проблем, я думаю, что вам бы важно было бы познать больше психиатрии и застраховаться. Спасибо. Владимир Погорелый. Школа развития психотерапии. Далее Оксана Хмельницька, но я продолжаю ее не видеть. А ты? Оксана Хмельницька не появилась сейчас? Мы будем надеяться. А пока Виктор Гречановский. Або людина, яка на него дещо схожа. Ой, чувствую себя самозванцем, потому что впервые собираюсь начать свой собственный обучающий проект. Ну, при том, что я член моих организаций, это европейских, украинских и так далее, и так далее. Он собственный. Понимаете, в чем фишка? Вот эта шляпа, это претензия на некую интеллигентность. Получилось. Знаете, я учился в Англии, в Шайфлд-Университет и в бизнес-менеджмент-скул, и оттуда привез такую фразу. Джентльмен не работает. Джентльмен имеет занятия. Просто некоторые из занятий приносят джентльмену деньги. Я хочу пригласить тех джентльменов и леди, которые хотят не работать, для которых занятие консультированием, коучингом, терапией, тренингом является занятием, которое приносит деньги. Ну, точкой роста. Духовного, личного, профессионального. Называйте, как вы хотите. Вот кому это интересно, приходите на презентацию, я буду рад поделиться. И я хочу это организовать на базе Псимастерска, как на некий клуб по обмену. И могут приходить разные люди, из разных направлений и профессий. И куда могут быть приглашены различные тренеры, коучи. Понимаете, да? Потому что это моя практика, которая показала. Ко мне приходят люди учиться, которые уже давно отучились. В разных направлениях, в разных университетах. Приходят и говорят, вы можете быть моим научным руководителем, а моей докторской можете. И я понимаю, людям нужно что-то. И я рад это дать. И я рад вместе с вами понимать, что это. Искать, находить и обретать. Приходите. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу представить Украинскую ассоциацию транзактного анализа и обучающие проекты, которые проводит эта общественная организация. Украинская ассоциация транзактного анализа является всеукраинской. И она представлена в 18 регионах Украины. И группы обучения по транзактному анализу проходят в разных городах Украины. Мы представляем 4-летний курс обучения в психотерапии и 2-дневный курс обучения транзактному анализу, где вы можете узнать о базовых понятиях транзактного анализа. Это курс ТА-101 и 4-летний курс ТА-202. Также УАТА проводит еще и выездные тренинги, приглашает тренеров из Европы. Чем обеспечивается качество нашего обучения? Приходите на спецблог. Спасибо. Спасибо, Зарина Севальнева. Далее Юрий Кравченко. Я в очередной раз порадовался, как хорошо иметь связи. У меня есть связи в оргкомитете, и поэтому с разрешения мой монолог будет немножко больше, чем полторы минутки. Потому что хочется сказать и про обучающую программу, и про один новый проект. Мы с вами об этом скажем. Я начну с притчи. В цирк пришел отец с сынешкой, но не совсем таким маленьким, но таким уже подросшим. Но поскольку в некоторые моменты представления люди вставали посмотреть, что там есть на арене, то когда люди вставали, сынишке вообще ничего не было видно. И отец пытался его как-то так на руках держать, но ему было уже тяжело сынишке, там ему было сколько-то лет, но он все-таки решил посадить его на плечи. И тогда сын увидел все в голове людей, видел, что там на арене. И когда там были самые интересные моменты, он так помогал руками и ногами, что задевал ногами рядом стоящих людей, как-то еще больше. И рядом стоял мудрый пожилой человек, который смотрел, за этим всем радовался. И когда представление уже закончилось, то он подошел к этому отцу и сказал, говорит, вы знаете, я очень так много. Он так порадовался вашему подступку отцовскому, что вы посадили его на плечи, и он видел так далеко, так видно, как такое. Но я хочу предложить вам и просто попросить вас, чтобы вы научили его еще одной вещи, вашего сына. Какой? Чтобы он всегда помнил, на чьих плечах сидит. К чему я? Очень часто для того, чтобы выйти вперед, себя важно сравнить с кем-то. Ну, например, часто сравнивают коучинг и психотерапию. Говорят, да, психотерапия, она про прошлое, она про неврозы, а коучинг, он крут, он про будущее. Для меня скорее это дополнение. Очень часто сравнивают коучинг и консалтинг. Да, что консалтинг — это такое, это уже отрывший век, там только советы, только коучинг. Даже я так иногда этим занимаюсь. Ну, про коучинг и про психотерапию в начале об этом моменте. Первое, я тоже представляю метод, конкретный, в который влюблен, который исповедую и проповедую. Метод позитивной психотерапии. Кстати, по поводу на чьих плечах сидишь? Привет, Светлана Ютенко, это наша ученица из нашего института. Всё ещё приглашаем сотрудничество. По поводу психотерапии и коучинга, и психотерапии, и консалтинга. Есть идея, мне кажется, очень здоровская, очень революционная. Попробовать на одной площадке свести людей, которые занимаются развитием людей, организаций и команд в одном месте. И не разделять, вы коучи, а вы бизнес-консультанты, вы тренера, а попробовать это интегрировать. Я слово передаю партнеру в этом проекте, а вам и тебе. Спасибо за доверие. Спасибо, Юр. 16-18 ноября будет, всё-таки будет первый фестиваль коучинга и консалтинга. Это фестиваль, общий проект для нашей, Юры и других партнёров. Это фестиваль, который соберёт разные школы коучинга, разные ассоциации коучинга, разных коучингов, разных консультантов. И действительно, на этой площадке можно посмотреть всё лучшее, что может быть для бизнеса. И то всё лучшее, что может быть для человека. И всё то лучшее, что может быть от личностного развития до организационного. То время, которое заявлено для спецблока по школе организационного коучинга, которую я представляю, на этой же площадочке сейчас можно будет узнать и о фестивале. То есть можно будет задавать вопросы как конкретно по организационному коучингу, по бизнес-коучингу, про школу, так и ваши вопросы, идеи, предложения по фестивалю, который будет. Это будет всё в одном месте. А те, кто не успеет, могут снова же к тому столику, где вы там на другие наши фестивали можете записаться. Можете, если вам интересно и конкретно это мероприятие про фестиваль коучинга и консалтинга, тоже подходите к столику, к нашему волонтеру. Вы сможете тоже дать свои контакты или, возможно, свои комментарии. Может быть и завтра, если кто-то не успеет что-то сегодня рассказать. Давайте дружить. Дякую вам. Юрий Кравченко. Терпов. И далее наступный Геннадий Чепурный. И так уж, перед вашей областью. Добрый день, уважаемые друзья. Я, конечно, тоже хочу похвастаться своей связью с вашим комитетом, потому что сказать, что я лично имею связь с Иваном Каличем как-то некрасиво. Не надо, Гена. Хорошо. Дорогие друзья, я имею отношение к программе, к тому, что называется интеллект. На моё усмотрение, интеллект – это способность человека эффективно использовать свой потенциал. Можно где-то выразить, выделить, ну, ненаучно, две формы интеллекта. Одна – это умение оперировать понятиями, а вторая – это наличие в памяти тех понять, которые можно оперировать. И именно поэтому называется брейн-ринг, что это когда интеллектуальная игра, когда дают вопросы, зная какую-то информацию, дают ответы. И вот направлель, который я представляю, она называется образовательная мнемотехника. Вчера в Академии Пед ног мы получили добро, и впервые, наверное, не только на Украине, но и, насколько известно, и в Америке, и в России, программа сама мнемотехника идёт как научно-обосновая методика. И в этом году у нас уже есть рекомендации Академии ног в внедрении. Поэтому тем, кому интересно профессиональное занятие мнемотехникой, она, наверное, в той или иной мере нужна всем. Когда вы работаете с людьми, наверное, надо, чтобы что-то запомнилось, что-то содержалось в памяти. Поэтому приходите. Кому интересно профессионально просто освоить или профессионально работать, мы приглашаем сотрудничество. Спасибо. И ещё один момент. Если самая ближайшая система обучения, она у нас очень короткая, пройдёт с 7 по 14 июля, в городе Ильичовск. Мы там проводим психолого-педагогический фестиваль, он научно-обоснованный, он имеет отношение напрямую к образованию, к бизнесу, к психологии, акту. Приглашаем вас в достаточно интересную программу, 6 дней до обеда, профессиональное обучение, после обеда и интеллектуального занятия. Спасибо. Дякую. Гена, это Геннадий Чепурный и мнемотехника. И далее я вам с удовольствием представляю наш проект, проект Альфа-Центру, и его представить Павло Горбенко. Пед вашей областью. Здравствуйте, дорогие друзья. Пользуясь случаем, тоже хочу похвастаться, я тоже знаю кое-кого из оргкомитета Альфа-Центра. Я представляю обучающий проект по обучению тренеров. Кроме всего прочего, я еще являюсь бизнес-тренером крупной международной компании. И то, что мы представим в нашей обучающей программе для тренеров, это наш опыт за последние 7 лет. Что войдет в общих чертах? Что войдет в обучающий курс? Первое. Как создать тренинг? Второе. Как провести тренинг? Третье. Как продать и организовать тренинг? И отдельные спецблоки, модульные курсы, проведение отдельных видов тренингов и также ныне получающие большое развитие онлайн-тренинги, онлайн-обучения. Для кого эта программа? Во-первых, для тех, кто уже хочет самостоятельно проводить тренинги. Во-вторых, для тех, кто уже проводит, но хотел бы совершенствоваться. Ну, вот Юра поднял тему, на чьих плечах мы стоим. Могу сказать о своем опыте, что я уже на тот момент на протяжении трех лет сам проводил тренинги, в том числе и тренинги для тренеров, занимался психотерапией. И вот после этого на третий год сам попал на тренинг для тренеров, думая, что я все знаю. Слово говоря, Юра как раз был одним из тех, у кого я там учился. И оказалось, что это время было для меня наполнено открытиями по самую крышку. Поэтому для тех, кто уже сейчас работает, я думаю, что сможет найти то, что для него будет интересно и в нашей программе. Приглашаю. Конечно, презентация, это когда я больше буду рассказывать, после нее невозможно рассказывать, поэтому будем работать в интерактиве. Будет интересно. Приходите. Добрый день, Альфа-фесты. Я тоже, моя звезда к своему комитету. О чем будет презентация? Презентация будет о практике, которая называется «Сакральная психотерапия». Все спрашивают, что это такое. Это, наверное, это не психотерапия, которая имеет это психотерапии. Это психотерапия, которая не психотерапия души, не лечение души, это психотерапия душой. Это не метод, это скорее философия. Это философия, на которой можно работать с людьми, на которой можно зарабатывать деньги. Это философия, которая базируется на системном подходе. То есть в рамках, допустим, этого учебного курса мы будем объяснять, показывать, рассказывать, и те, кто туда попадут, научатся делать кто-то расстановки, кто-то, возможно, психодраматические штуки, кто-то будет придумывать что-то своё. Самое важное, что в этой психотерапии, которая называется «сакральный», это не методы, не техники, это какие-то основы, на основании которых вы научитесь создавать собственные методы, собственные техники. Если вы спросите тех людей, которые ко мне иногда попадают, то у меня каждый раз что-то новое проявляется, новые методы, новые техники. Это не потому, что там креативовали, или что-то ещё, а потому, что есть некие основы, базы, из которых можно каждый раз создать что-то своё. Если вы хотите научиться создавать свои какие-то техники, методы, направления, на стыке семейных, на стыке чего-то акуманистического, на стыке некоторых философских систем, если вам это интересно, приходите, расскажу, то, чего вы можете научиться на курсе. Спасибо. Спасибо, Иван Петканич. И далее, за раскладом, у нас будет обед, и под час обеда у нас будет разважальная программа, про которую вам расскажет Светлана. Добрый день, уважаемые участники. Во время обеда у нас в гостях будут наши партнёры. Это Центр Восточного Развития и Культуры Сакура Мацури. Они, собственно говоря, будут разыгрывать сертификаты от своего центра на обучение каллиграфии, чайной церемонии и там ещё всякого, что у них проводится. Напоминаю вам про то, что есть ещё возможность осчастливить кого-то из ваших друзей, которые есть на фестивале, заполнил. Вот такие маленькие бланки, которые лежат возле красного пакетика на столе с рекламками. И указав там имя участника, он может участвовать в розыгрыше и впоследствии получить сертификат, если ему это будет интересно. И также наши партнёры представляют такой особый, мистичный несколько танец «Сакура» или «Дерево желаний». Скорее всего, они его будут проводить вокруг одного из деревьев, которое возле зелёного театра. Ну, и я думаю, вы это заметите. Это выглядит очень красиво и, ну, на самом деле интересно. Приходите. Спасибо. Спасибо.